Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях депутат Государственного Совета Чувашской Республики от фракции «Справедливая Россия» Олег Николаев. Олег Алексеевич, здравствуйте! Добрый день, Татьяна, добрый день, уважаемые телезрители! Олег Алексеевич, спасибо большое, что приняли приглашение участвовать в нашей программе. И первый вопрос такой. Недавно, в начале июня в Чебоксарах прошел межрегиональный семинар по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. В нем приняли участие депутаты Госдумы Российской Федерации. Что обсуждалось на этом семинаре? Да, на самом деле прошел такой семинар, который был посвящен вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На данном семинаре приняли участие представители многих регионов Приволжского федерального округа. Причем в делегациях многих, скажем так, в тавтологии регионов, были депутаты областных парламентов этих регионов. Это Самары, Татарстан, Нижегородская область и Астрахань. И на семинаре обсуждались те проблемы, которые на сегодняшний день прежде всего волнуют население по проблемам ЖКХ. И самое главное, конечно же, обсуждалось, что надо делать дальше для того, чтобы эту ситуацию изменить. И прежде всего в контексте межрегионального сотрудничества не так, что отдельно Чувашия или отдельно Татарстан, а именно с точки зрения единого взаимодействия. Ну да, проблемы у каждого региона разные, но в то же время одинаковые. Абсолютно верно. И ведь данные ведущих исследовательских фондов в ЦИОМа и ФОМа говорят о том, что на сегодняшний день самая главная проблема, которая волнует население, это именно вопросы ЖКХ. И ведь семинар тоже родился не от того, что мы просто решили его привести. Это работа в области по направлению ЖКХ ведется уже несколько лет, в частности региональным отделением партии «Справедливая Россия». И это направление родилось в рамках его постоянной деятельности, когда мы организовали ряд постоянных действующих комиссий при партии, которые занимаются по основным направлениям жизнедеятельности республики, в том числе по вопросам ЖКХ. Затем эта работа, ввиду того, что проблема глобальная, и вот эти реформы в области ЖКХ, они постоянно поднимали новые-новые вопросы, она приобрела такой надпартийный проект. Здесь начали участвовать многие общественные организации, представители советов домов, сами управляющие компании. И после этого началось такое, может быть, даже спонтанное, но тем не менее уже назревшее межрегиональное общение. В частности, мы сначала начали общаться с Татарстаном, затем и с Нижегородской области, потому что вот эти проблемы, они сами по себе вызвали некое общественное движение среди населения. То есть начали создаваться некие союзы собственников или нанимателей жилья, которые сообща начали консолидировать те проблемы, которые есть в этой области, и соответствующим образом обсуждать, как решать. И обобщать даже судебную практику, которые велись с управляющими компаниями, иными организациями в области ЖКХ. И вот в рамках этого взаимодействия межрегионального родилась идея как-то обобщить вот все это общение и все-таки выработать некие единые подходы дальнейшего взаимодействия в рамках межрегионального сотрудничества и общения. Вы пообщались, собрались вместе. Какие дальше будут действия? Какие решения, может быть, выработали на этом семинаре? Обращения? Может быть, что-то кардинальное нужно, особенное сделать? Ну, основными главными решениями данного семинара явились то, что создали координационный совет в Приворожском федеральном округе, который будет заниматься проблемами и вопросами в области ЖКХХ. Он будет контролировать как-то? Этот координационный совет будет обобщать все те наработки из регионов, которые на сегодняшний день осуществляют эти общественные организации, союзы и некие фонды собственников жилья. И консолидировать в одном месте с тем, чтобы выработать единые предложения и механизмы взаимодействия с органами исполнительной власти в регионах, с федеральными органами исполнительной власти, обращения, соответственно, в адрес и тех, и других. Это первое соревнование вопроса, которое было, соответственно, на этом семинаре принято. И второе. Были приняты обращения и в адрес Госдумы, и в адрес региональной власти с просьбой о превращенных мерах, которые бы необходимо, на наш взгляд, на сегодняшний день принять. Это к властям регионов. Да, это и Государственной Думе о внесении изменений в действующие законодательства, в том числе и ЖК РФ по конкретным вопросам. В частности, это касается регулирования деятельности управляющих компаний. Это касается вопросов... Ведь самый главный вопрос возникает в чем? В том, что люди не понимают, куда идут деньги, собранные за услуги ЖКХ. Как они распределяются? Как формироваются? И вообще, куда они деваются? То есть, к качеству услуг плохого? Куда их тратят? Да, куда их тратят управляющие компании? Вот в чем вопрос, как говорится. И вот здесь были сделаны конкретные предложения с тем, чтобы, с одной стороны, определенным образом, законами отрегулировать данный вопрос, с другой стороны, отрегламентировать деятельность управляющих компаний. То есть, в частности, выставить требования к уставным компетентам этих управляющих компаний в зависимости, какие объемы жилищного фонда они обслуживают. Олег Алексеевич, все это замечательно. Вы собрались, депутаты, какие-то общественные объединения, да? А сами люди, они, как вы думаете, будут участвовать вот в этой работе? И хотят ли участвовать? Да, к сожалению, вы совершенно правы. Это очень часто в настоящий момент это и происходит. И чем и пользуются, чем и пользуются очень многие, скажем так, не очень честные, вот, скажем так, люди, которые осуществляют деятельность в данной сфере на сегодняшний день. И здесь очень важно, в том числе, посредственно, такого рода семинаров, совещаний, которые про проведение такого рода мероприятий, активизировать само население с тем, чтобы оно участвовало в управлении своим домом. То есть, в соответствии с действующим законодательством, именно собственники жилья являются, скажем так, правовладателями и инициаторами вообще, как надо управлять, что надо делать, как надо делать. И одно из, наверное, главнейших наших предложений, выработанных на этом семинаре и совещании, и причем оно уже, вернее, это не новое на самом деле, оно уже отчасти поддерживается Минфином Российской Федерации, о чем сказал на семинаре совещания Аксаков Антолий Геннадьевич, это открытие номинальных счетов домов каждого дома. То есть, с одной стороны, это деньги дома аккумулируются на номинальном счете конкретного дома, с другой стороны, это управляет этим счетом управляющая компания, но деньги тратятся только на нужды этого дома. То есть, с этого счета деньги тратятся на коммунальные платежи, только на нужды этого дома, с одобрения совета дома. С какими инициативами, с какими законопроектами ваша фракция выходит к будущей сессии июльской? Вот именно на июльскую сессию законодательных предложений от нашей фракции напрямую нет, но у нас еще месяца два назад мы внесли наши предложения по изменению регламента деятельности Государственного совета, которые направлены прежде всего на, скажем так, на общественный контроль деятельности Государственного совета. То есть, как голосовать, то есть, возможность доступа к итогам голосования, скажем так, любого жителя Чувашской республики, чтобы все-таки было введено вот это тайное голосование, оно было разделено вот электронное и тайное голосование. Ну и ряд других моментов по деятельности Государственного совета, это с тем, чтобы оно было, скажем так, более эффективным. Но, к сожалению, эта работа, она затянулась. Насколько мне известно, с такими же предложениями вышли и фракции КПРФ, которые представлены в Госсовете Чувашской республики. Я как раз вам хотела задать, как вы взаимодействуете в этом вопросе с ними. Ну и фракция «Единая Россия», естественно, понимая, что действующий регламент уже необходимо корректировать, тоже взялась за эту работу, поэтому эта работа, она затянулась. Мы надеемся и будем наставить, конечно, чтобы на данной сессии этот вопрос был рассмотрен, потому что в соответствии с регламентом Госсовета подобные вопросы и рассматриваются в первоочередном порядке, с тем, чтобы уже следующие его действия были именно отрегулированы вот этими, скажем, предложениями. То есть вы здесь с коллегами-коммунистами объединяетесь в этом вопросе по регламенту, да, с голосованием? Ну, многие наши вопросы, нашими коллегами были поддержаны, да. Но это имеет, на самом деле, здравый смысл, ведь мы же не просто это предложили, мы изучили опыт деятельности Московской городской думы, опыт деятельности Государственной думы Российской Федерации, иных региональных парламентов Российской Федерации. Ездили наши коллеги, я не ездил, вот наши коллеги ездили в Китай и в Италию с соответствующими рабочими визитами, изучили там деятельность вот таких местных муниципальных парламентов и региональных парламентов. Исходя из всего вот этого комплекса информации, мы предложили свое видение, что каждый депутат, свою деятельность должен определенным образом публично показывать, как он вообще позиционирует себя, вот он же как бы позиционирует себя, тем самым связан с себя со своими избирателями. И голосуя, получается, за тот или иной вопрос, он выражает позицию своих избирателей. Мы на настоящее время готовим ряд законодательных инициатив в области ЖКХ, именно на базе взаимодействия, межрегионального взаимодействия. Здесь мы договорились о том, что мы в ближайшее время разработаем ряд модельных законов, которые имеют полномочия вообще региональные парламенты принимать в сферах вопросов, с тем, чтобы отрегулировать те вопросы в области ЖКХ, которые возможны на сегодняшний день. То есть они не отрегулированы на федеральном уровне, но возможно их отрегулировать региональным законодательством. И вот здесь мы сейчас работаем над разработкой такого рода законопроектов. Спасибо большое, Олег Алексеевич, что пришли к нам и рассказали о работе вашей фракции в Госсовете. А я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был Олег Николаев, депутат Государственного Совета Чувашской Республики от фракции «Справедливая Россия». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин